Органная вселенная. Такую программу представили в Хабаровской краевой филармонии. Главный органист Собора Святого Мартина из города Гронинген, это Голландия, исполнил в Хабаровске музыку Баха, Мендельсона, Скрябина. Правда, знакомые мелодии в исполнении на Хабаровском электронном инструменте для самого музыканта прозвучали по-новому. Наталья Смоленинова с подробностями. Эрвин Берсенга играет на органе 45 лет. С тех пор, как его отец, тоже музыкант, подарил ему на день рождения маленький домашний орган. Теперь в родном Гронингене он играет в церкви Святого Мартина на 10-метровом инструменте мастера Шнитгера, которого называют органом Страдивари. Очень необычно играть на электронном органе. У себя дома я работаю на механическом инструменте, которому 500 лет. Здесь же совершенно иной звук. Со вчерашнего дня пытаюсь привыкнуть. После двух дней репетиций с хабаровским электронным органом Ирвин Берсенга совладал. Несмотря на то, что электронное звучание исполнителя не устраивает, в Россию на гастроли он приезжает второй раз. По словам музыканта, интерес к органной музыке на его родине падает. А здесь, в России, он собирает полные залы. Я обычно играю в соборе, и туда послушать приходят, как правило, люди верующие. В основном старшее поколение. А здесь в зале много молодежи. Это очень приятно. Ирвин Берсенга не только главный церковный органист в своем городе. Музыкант из Нидерландов преподает еще и в нескольких консерваториях Европы. Активно гастролирует по миру. Известность у любителей классической музыки он получил благодаря тому, что исполняет на органе не только Баха, но и малоизвестные произведения 17-го и 19-го веков. На концертах Эрвина Версенги часто звучит современная музыка, написанная для фортепиано. Только так, уверен музыкант, можно раскрыть всю красоту органа, даже электронного.